Музыка тундры и движение природы в исполнении человека. В Наринмаре в очередной раз звучала дневная мелодия. Фестиваль «Савасё», который проходит раз в два года, собрал представителей самодийцев из Ненецкого и Ямала-Ненецкого округов. Чем запомнился праздник танца и песни, расскажет наш корреспондент. Такую танцевальную импровизацию на празднике ненецкой культуры «Савасё» зрители видели впервые. Надежда Ордеева под звуки бубна вовлекала в пляс члена жюри – Розу Конякову. И всё в этой сцене вроде обычно, если не считать возраста участницы конкурса. Недавно ей исполнилось 94. Когда обычно танцуете? Когда праздник. Так-то не танцую, не с кем танцевать. А что любите танцевать? Плясать люблю. Плясать любите? А под какие песни? Под частушки? Главного приза Надежда Фёдоровна не получила, но в памяти зрителей осталось бесспорно. Вообще нынешний фестиваль «Савасё» тем и отличался, что собрал на одной сцене любителей творчества и усердных хранителей ненецкой культуры. Например, член жюри Хадрия Катета общался со всеми только на ненецком языке. Вручение дипломов и призов со сцены также сопровождалось его родной речью. Делать исключение для интервью нашему телеканалу принципиально не стал. Кто лучше отражает ненецкую культуру? Или молодые, или более пожилые и опытные коллективы? Конечно, старшее поколение. Они истинные исполнители песен и сказок. Молодёжь не то, что петь, она даже не понимает своего языка, не может говорить. В фольклорном коллективе «Высей» – «Сердце тундры» все участники свободно говорят по-ненецки, и своё творчество тоже стараются сохранить аутентичным. Танцевальные движения, старинные песни «Ярапц» и «Сюдбапц», звуки бубна и варгана, их номера, как фрагмент кочевой жизни, прямо из тундры перемещаются на сцену. Мы стараемся делать более что-то фольклорное, что-то народное, естественно. Не то, что сейчас есть современные стилизованные танцы, прыгают через голову, не знаю. У нас более похожее что-то настоящее из жизни. Песню «Плач» или «Ярапц» в тундре знала каждая женщина. Через неё она выплакивала свою грусть, печаль и заботы нелёгкой кочевой жизни. С «Ярапц» женщины коротали долгие зимние вечера за шитьём или выделкой оленьих шкур. Национальный быт и творчество были отражены в каждом номере. За 15 лет жизни конкурс значительно расширил репертуар танцевальных и песенных коллективов участников. Только за эти факты праздник Савасё можно считать активом Ненецкого округа в сохранении народной культуры самодейцев.